всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо большое что выбрали это видео смотрите его сейчас ваши просмотры для меня очень важны спасибо огромное тем кто поддерживает мой канал спонсирует это очень приятно к теме евгения пригожина я уже обращалась на своих каналах youtube и дзен а также можно посмотреть кое-какие видео в моем телеграм канале к слову сказать в моем телеграм канале есть обучающие видео об астрологии если вам интересно то пожалуйста подписывайтесь все ссылки на мои соцсети в группе в телеграме можете увидеть внизу в описании под этим видео если интересно пожалуйста присоединяйтесь понятное дело что после того как погиб евгений пригожин очень многие задаются вопросом жив ли он или мертв и даже моя собственная мама задала мне такой вопрос мамусечка это видео я посвящаю тебе когда-то мне мама моя сказала что она мной очень гордится мне было невероятно приятно это слышит тем более что мама у меня очень умный человек мамусечка я тебя люблю давайте посмотрим когда родился по официальной версии по официальным данным евгений пригожин родился 1 июня 1961 года его карту натальную я рассматривать здесь не буду потому что я уже несколько раз рассказывала про карту евгения пригожина вы можете обратиться к этим видео ссылки я оставлю внизу в описании и вы можете это посмотреть а погиб евгений пригожин по официальным данным 23 августа 2023 года тверской области время 18 20 для того чтобы понимать есть остался ли человек живых или нет я рассматриваю всегда повреждение луны это как душа человека повреждение солнце потому что солнце это энергия человека и в момент смерти энергия должна быть поврежденной то есть ее должны должны некая планета утилизировать и повреждение асцендента человека у пригожина асцендент я ставлю знак зодиака скорпиона потому что на мой взгляд у него очень ярко выраженная скорпионья внешность посмотрим на момент гибели а это 18 20 23 августа 23 года напомню ну и почему я раньше не сделала это видео да все просто я пытаюсь не рассматривать стараюсь не рассматривать людей после того как они родились дней через 40 я берусь только рассматривать детей желательно вообще через год и 40 дней после смерти человека тоже я стараюсь не заглядывать в карту я однажды заглянула это было когда принц филипп умер ну и можете посмотреть что из этого получилось кстати ссылку тоже в ней внизу оставлю давайте рассмотрим повреждена повреждена ли луна евгения пригожина луна должна быть повреждена дальними социальными планетами возможно марсом или меркурием ведь пригожин был в пути и если он он и был чем-то поврежден да вот луна как душа человека так железом в том числе да либо взрывом взрыв это уран железо это иногда плутон иногда марс но в момент когда евгения пригожина не стала по официальным данным мы видим что меркурий и марс это путешествие и собственно железо вообще в принципе стояли очень благоприятно по отношению к его луне до в расходящихся аспектах кстати об аспектах у меня есть лекции поэтому обращайтесь пожалуйста за лекциями по орбисом и по аспектам я делала и так здесь просто трин то есть трин это шикарный аспект помощи помощи и здесь юпитер стоит по отношению к луне просто шикарным образом тоже аспект помощи аспект известности на весь мир аспект благоприятной покупки недвижимости там продажи недвижимости зависимости от того кто или приобретение недвижимости какого бы то ни было плана то есть человек живет себе то есть луна это в том числе место жительства до живет себе где-то вообще за границей вот я чтобы сказала на момент гибели человека здесь переезд как меркурий как переезда марс очень активно активный переезд либо активные какие-то вложения денежные тоже из-за того что это все земные знаки зодиака и здесь указание на на получение какой-то материальной прибыли и на какие-то шкурные интересы в момент гибели пригожина вот он же путешествовал получается что у меркурия smart с сатурном очень приятное взаимоотношение сатурн это укрепление очень стабильный стабильная поездка очень стабильные связи стабильные коммуникации то есть он поехал куда в африку и о чем-то договорился вот то о чем он договорился железобетон здесь могут быть нюансы по сатурну плюс минус да здесь могут пересматриваться какие-то взаимоотношения которые бы казалось незыблемые но с другой стороны эти переговоры были как бы первым шагом да потом второй потом какие-то урегулирования вообще процесс должны были проходить поэтапно то есть вот о чем говорит этот ретроградный сатурн по отношению к его меркурию то есть тоже переговоры отличные время путешествия замечательное мне здесь не нравится транзитная луна которая стоит прям на асценденте пригожина а я считаю что асцендент судя по его внешности стоит именно здесь скорпионе и здесь у луны действительно поражение причем очень четкая во первых от родного марса во вторых от родного урана и это тоже транзитная луна говорит об душе человека о душевных переживаниях давайте посмотрим на солнце ведь солнце у человека говорит о его энергии то без чего человек тоже жить не может если энергия поражена то все можно говорить о смерти человека вот пожалуйста солнце в знаке зодиака близнецы давайте посмотрим чем она поражена у солнца должен быть либо оппозиция аспект либо квадратуры аспект из рыб например или из девы и аспект соединение возможно либо вообще-то у квадрат или большой крест мы здесь вообще ничего не видим да у пригожина поражено солнце от непосредственно его натальные планеты плутона но транзитное солнце достаточно далеко от родного вот тут у меня вопросы по солнцу поражено ли солнце другие планеты меркурий и марс они уже от солнца ушли далеко уже это достаточно серьезный расходящийся аспект не считаю я что здесь поражение солнца и если вы мои коллеги видите какой-то нюанс по солнцу вы знаете что здесь другая планета которая поразила это солнце то конечно можете прокомментировать но я например поражение солнца здесь не вижу вообще сказать бы черная луна поразила солнце да нет тоже она на момент его предположительной гибели довольно далеко да и натальная луна тоже в общем-то никак не касается к солнцу никаким образом ну разве что в аспекте секстиль я здесь надо рассматривать вот соединение да тоже большой вопрос у меня по солнцу то есть солнце живое я так скажу и еще должны быть поражены планеты которые управляют асцендентом это в частности плутон и марс на момент гибели пригожина марс стоит знаки зодиака дева и по хорошему очень серьезно тринит а это вообще подарок успех счастье его натальный сатурн сатурн отвечает за стабильность за карьеру за кости за целостность человека каркас человека в принципе то есть тут помощь кроме того в помощь вот этому сатурну идет уран то здесь получается вообще замкнутый трину человека то есть помощь такая от звезд от ситуации от удачи причем такой очень карьерной очень стабильная очень живой такой удачи и посмотрим плутон вот плутон одна из планет который отвечает за асцендент да он здесь поражен домашним сатурном здесь прям видно четкое до соединение плутона и сатурна то здесь да могут быть нюансы по его карьере не очень хорошие и по его жизни в принципе вот вопросы до жизнедеятельности до ранения может быть может быть такое очень серьезное ранение и я бы еще посмотрела транзитное солнце поражено ли она какими-то натальными планетами то есть здесь тоже должен быть квадратура оппозиция вот солнце если поражено то только южным узлом натальным все остальное по большому счету аспекты помощи но еще вы знаете может быть вот аспект солнце вот если его при ты притянуть к плутону то здесь будет квадратура солнца к солнце закрываемая плутоном да можно так с натяжкой сказать что у солнца натального есть поражение от транзитного и от надо непосредственно плутона домашнего но вы знаете ребята я вам так скажу у меня есть вопросы к смерти пригожина я не знаю жив человек или нет но вот солнце его явно недостаточно недостаточно поражено недостаточно так скажем убита хотя есть указание на то что человеку в этот день вот реально могло быть действительно и не повезти то есть если даже человек жив то находится в очень плачевном состоянии и вот здесь вот луна в первом доме луна транзитная до в первом доме тоже большой большой вопрос у меня действительно это может быть поражение луны очень очень похоже да да похоже на смерть но похоже и что например человек в коме находится я бы здесь однозначных выводов не делала до меня вот меня вопросы к этой карте либо либо я не знаю точной даты рождения это дата рождения официально которая заявлена она не совпадает с реальной такое тоже может быть но если вы вдруг знаете реальные реальную дату рождения пригожина то пожалуйста говорите мы обязательно ее рассмотрим на моем канале спасибо огромное всем тем кто подписывается на мой канал ставьте мне лайки оставляйте добрые комментарии я желаю всем мира здоровья счастья чтобы наши близкие всегда были рядом с нами живы и здоровы я за звездный позитив